Да будет свет! Карагандинские депутаты проконтролируют ход освещения улиц. На совместном заседании постоянных комиссий городского маслехата рассмотрели вопрос установки фонарей в шахтерской столице. Какие улицы станут светлее в 2013-м, расскажет наш корреспондент. Темных переулков в городе станет меньше. Вот, к примеру, в районе имени Казбек-Би в этом году на восстановление и содержание уличного освещения из городского бюджета выделили 23 миллиона тенге. Работа начнется уже в апреле. Власти планируют восстановить 87 фонарей и поставить новые в тех местах, где это необходимо. Восьмиметровые опоры освещения холодного оцинкования будут с энергосберегающими светодиодными лампами, пояснил районный Аким. Мы решили пойти по пути установки современных светодиодных светильников. Можно было поставить старые стандартные наши дарелки. Но в связи с тем, что у нас действует программа энергосбережения, в связи с тем, что есть у нас поручение правительства Акимова области Акимова города по внедрению энергосберегающих технологий, нами было принято решение в этом году устанавливать светодиодные светодиоды. Подняли депутаты и вопрос качества новых световых опор. Китайские лампы не вызывают особого доверия у народных избранников. Как вариант, специалисты из числа депутатов предложили подумать о железобетонных опорах. Они все же надежнее. Там пишут 50 тысяч часов, это 100% гарантировать не будет. Пишут 50 тысяч часов, 100 тысяч часов, все это ерунда. Они вот уже в эксплуатации у нас, в Гоголе уже, уже штук 10 поменялись. Год не прошло. Особое внимание уделят освещению дорог, ведущих к социально значимым объектам – школам, детским садам и больницам. Напомним, что журналисты Первого Карагандинского уже рассказывали о темной улице Ержаново, где находится 97-я гимназия. Этот вопрос депутаты тоже взяли под свой контроль. В скором времени фонари появятся и там. Если по местному каналу прошла такая информация, нужно обязательно включить эти объекты в программу. Улицы, прилегающие к некоторым школам, прямо показывали, не освещены. Ну, темно. Детям ходить невозможно. Родители, мне поступали родители и так далее. Это 97-я гимназия сейчас по Казберпийскому району. И там еще одна школа. Как отметили участники собрания, в нынешнем году большинство уличных фонарей установят по жалобам жителей и запросам депутатов городского маслехата. А вот сметы обоих районов на освещение городских улиц было предложено перепроверить, потому как большой разницы в цене быть не должно. Ирина Камышова, Болжан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.